Внимание, вопрос. Вы считаете старшую дочь супруги тупой блондинкой, поскольку она отказывается брать алименты от бывшего мужа, на которые могла бы вас содержать? Хороший вопрос. Да. Это... правда. Есть, сколько доказываем мы. Бери. Я работаю, я зарабатываю. Не хватает. А вот содержать тебя тяжело. Вот ты просто сейчас сидишь на шее. Если бы ты сейчас с ребенком где-то снимала квартиру... Осталась я сама просто. Как бы потянула бы. Вы почему алименты с мужа не спрашиваете? Я до последнего хотела с ним помириться. Сейчас я уже, да, хочу подать на алименты. Мы обеспечиваем ее, мы говорим, бери с него алименты, если вы не живете. Будет легче. Анна, а вы согласны с такой позицией вашего мужа? Да, я согласна. Это полностью, потому что сколько говорили, подай на алименты. Ну, мне тяжело, я могу потратить то, что мы зарабатываем, я могу потратить на себя. Пойдем погуляем куда-то. А почему вы не ребенка, а мужа защищаете? Потому что мы мыслим действительно одинаково. Странно, да? Вы же сами были в ситуации, когда у вас не было мужем, у вас были дети. И сейчас в такой ситуации оказалась ваша дочь. А вы поддерживаете мужа, а не ее. Так вы понимаете, что... Она сейчас в компьютере бывает, часто просто вот это ВКонтакте переписывается, поиграться. За компьютером она ничего не видит больше. Она бывает пустую, тратит время, ей лень. Она ничего не может. То помогите, то сделайте, она не самостоятельна, ни в чем. Маргарита, а вы работаете? Я сейчас в декретном отпуске. Мне хочется модельным заниматься. Мама говорит, смысл от этих кастингов. Да, смысла нету. Да, смысла нету, потому что я только начинаю. Сколько ты уже занимаешься этими кастингами? Года полтора. Нафиг, ты не страдай. Да вы вспомните, как вы пытались заработать. Идти с мужчинами сексом заниматься, мужчине, это нормально. Ну как, денег нет, обратиться некому, 21 брат и сестра, но все равно идти некому. А вот полтора года пытаться как-то построить карьеру в модели, это да, это плохо. Нет вопросов. Почему вы считаете, что у Маргариты ничего не получится? Потому что, наверное, я уже должна приносить какие-то деньги. То же самое, что я, древняя профессия. Маргарита. Да. Папа советует присоединиться к когорте людей, представляющих самую древнюю профессию. Никакого модельного бизнеса. Да, я правильно вас понимаю? Ну, молчание – знак согласия. Маргарита, а вы говорили, что вы в декретном отпуске. Да. У вас сын, дочь? Сын. Два годика скоро будет. То есть это вы в 25 лет дедушка? Да. А как вам молодой дед? Не, ну я шутя на него дедом называю. Ну, серьезно это, конечно, не воспринимается. А вы как себя в роли дедушки чувствуете? Честно, я к нему отношусь, просто люблю. Деньку, нормально общаемся с ним. Я машину делаю, он пришел, ключи взял, ключи ему крутят машину, болты, я ему даю, что он хочет и играется. Нормально отношусь к нему. Внимание, вопрос. Доказывая супруге, что любите ее внука как к родному, вы стыдитесь того, что в 25 лет вынуждены изображать заботливого дедушку? Да. Да. Это правда. Объясни. Ну, стыжусь, когда гуляем вместе. Даже на работе спрашивают, есть внук, я типа дедушка. Люди смотрят на меня так как-то, мне стыдно. Отчим воспитывает, жизни учит. Воспитывает не меня в основном, а моего ребенка. Ну, я не хочу, допустим, в каких-то моментах, чтобы моего ребенка учили так, как хочется Игорю. Он перегибает палку, очень сильно может накричать на ребенка. Он это не понимает. Он думает, там, просто ребенок капризный. Зая, помнишь ситуацию, когда Деня додался, ты ему просто стукнул, чтобы он, блин, ну... Ребенок психовал и начал, ну, лезть драться. Он его, ну, так ударил, что, ну, как... Не, ну, а как надо было поступить, если бы ребенок его убил? Просто, например, дерется с мамой. Мама, ой, Денечка, нельзя вот где-то... Ты раз, я говорю, хорошенько крикни на него, и он поймет, что нельзя это делать. Нет, знаете, что он поймет? Он поймет, что прав тот, кто сильнее. Потом вырастет и вспомнит. Согласна. Я считаю, что это не метод. Я, в принципе, считаю, что воспитывать чужого ребенка это не метод. Не, ну, хотя это же дед. Дед Игорь, это же... У нас вообще не Игорь, а Гошин. Как вас внук называет? Деди. А почему у вас своих детей нет? Я хотел своих детей. Жена не может. Первый раз был аборт. Второй раз пустая беременность. Третий раз срыв. Замер плод. А кто на аборте настоял? Я. Мы еще не были женаты. Мы только начали встречаться. Но в тот момент я думал, что ребенок не мой, что жена нагуляла. Я настоял. Жена не хотела. Хотелось, конечно, вернуть. Время назад. Внимание, вопрос. Обижаясь на жену, когда она отказывает вам в сексе из-за менструации, вы мстите ей, занимаясь на ее глазах анонизмом. Я хочу нажать на кнопку. Да. Это... Правда. Просто, когда именно хочется, жена резко тебе говорит нет. Желаний нет. Когда действительно просто уставший, ей уже ничего не хочется. В одной комнате жена спит рядом, компьютер рядом, порно включил. Пару раз была, просыпаюсь, смотрю, он порнуху смотрит. Но это что-то в последнее время часто происходит. Ну так зарабатывайте больше, пускай она дома сидит. Будет всегда отдохнувшей. Точка кипения не настала. У меня, да, точки кипения нет. Вы, кстати, жене изменяли? Жене? Физически? Физически нет. Физически, а что можно не физически изменить, да? Физически нет. А как изменяли? Ну, если считать, зажимался с другой, вот так вот. А я думал, уже как в Библии, кто смотрит на женщину с вожделением, тот уже прелюбодействовал с ней в сердце своем, да? Я тебя потом убью. Пока говори правду. Скажу. А говори, какие, что ты боишься уже, начинаешь. Я работал водителем борделя. Водителем борделя? Да. У вас был бордель на колесах? Нет. Я именно был, кажется, извозчик. Переехал, забрал девок, отвез кула. То есть сбылась таки ваша мечта. Вот что значит искренне желать. Хотел жену-проститутку? Пожалуйста. Хотел в борделе работать? Пожалуйста. Хорошо, что не было желания стать президентом. И как? С девчонкой зажимались. На офис, выпили все. По пьяни, говорится, целовались. Так, уже целовались, смотрите. Мы эволюционируем. Память возвращается. Вначале зажимались, теперь уже целовались. Зажимались, целовались. Нет, зажимались. Подожди, зажимались или целовались? Смотрите, сейчас мы узнаем, что зажимались. Это еще значит, проникновение было? Нет, проникновение, нет, это точно не было. Точно не было? Точно. А в вас? Я на всякий случай уточняю, потому что у вас какие-то специфические взгляды на зажимание. Нет, физически нет. Тонок, блин, я не слышу. Нет. Поцелуй, это не физическое прикосновение или как? Я не пойму. Как говорится, прям сексуального отношения, говорится, с сексом. Сексом у меня ничего не было. Не было. Уверены? Уверены. Хорошо. Внимание, вопрос. Вы изменяли супруги более чем с двумя разными женщинами? Ожидание чуда. Быстро. Сверху compare. Обеспрежда. ВЫСТОЧНОГА. Я чувствую, это правда. А� Fazжераднай. ВЫСТОЧНОГА. ГРОХАН? Продолжение следует...